МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выставочном зале «Рост» завтра состоится открытие выставки «Яблоко». Она объединит в себе работы членов Творческого союза художников России. Представленные произведения разнообразны, но так или иначе посвящены теме «Яблоко». Открытие выставки состоится в 17 часов. В городском выставочном зале представлена выставка народного мастера Брянской области Аллы Кравченко «Кукольный калейдоскоп». Ее страсть – сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства «Художественная кукла». Увидеть интересные работы для создания, которых нужно уметь лепить, шить, вязать, расписывать, красить и клеить, вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Посмотреть на экзотических животных можно в центре Брянска. На Кургане Бессмертия работает собственный зоопарк. Среди его обитателей – обезьяны, павлины, страус, эму, верблюд, козы, овцы, кролики, лама, пони и многие другие. Животных можно погладить и покормить, а некоторых подержать на руках. Зоопарк ждет посетителей ежедневно с 10 до 20 часов. В Брянском государственном краеведческом музее вы можете посетить постоянные экспозиции. Брянщина в 18 веке, дворянский и крестьянский быт, зарождение, развитие промышленности, торговля, культура, а также Отечественная война в 1812 году, Декабристый, Брянский край, Крымская война и другие. Выставки открыты с 10 до 18 часов. Названы победители 25-го юбилейного фестиваля российского кино «Окно в Европу». Главный приз получил фильм режиссера Александра Ханта «Как литька чеснок» вез Леху Штыря в дом инвалидов. А что завтра можно посмотреть в кино. Российская комедия «Бабушка легкого поведения». Чтобы уйти от преследования преступников, главный герой меняет свой образ. Теперь он пожилая тетя из дома престарелых. В ролях Александра Рева, глюкозы и другие. Австралийская драма над глубиной хроника выживания. Экстремальный отдых с глубоководным погружением в клетки к большой белой акуле приобретает неожиданный поворот. Семейный мультфильм «Эмоджи-фильм». Перед вами предстанет загадочный внутренний мир смартфона, где каждый житель отвечает за определенную функцию. Комедийный боевик «Телохранитель киллера». Методы и принципы телохранителя и киллера настолько различны, что тема выживания под большим вопросом. В ролях Райан Рейнель, Сэмюэл Элджек и другие. Фантастический боевик «Люка Бессона. Валерьян и город тысячи планет». 2700 год. Космические спецагенты по долгу службы становятся участниками межгалактического заговора. Фильм ужасов «Проклятие Аннабель. Зарождение зла». Монахини и несколько девочек из приюта становятся жертвами одержимой куклы. Фантастический боевик «Темная башня». Главный герой единственный, кому под силу остановить человека в черном, прежде чем тот разрушит темную башню. В ролях Идриса Эльба, Мэтью Маконахи и другие. Криминальный детектив «Ветреная река». Представлен в кинотеатре «Люксор». Боевик «Взрывная блондинка». Смотрите в кинотеатрах «Райпарк» и «Синемаклаб». Мультфильм «Гадкий я». Смотрите в кинотеатрах «Райпарк» и «Люксор». Фантастический боевик «Человек-паук. Возвращение домой» пройдет в кинотеатре «Синемаклаб». В 82-й день рождения сегодня отмечает актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Цитата. «Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю, что театр – это зона повышенного риска, социального риска. Ты идешь в профессию, которая ничего не гарантирует». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова